Всем привет дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре будет новая игра про хоккей, которая вышла совсем недавно. Ну что, я в эту игру зашел без интернета и давайте разберемся что да как. Сперва зайдем в настройки, в принципе как и всегда русский язык у нас стоит, титры имеются и вот соцсети. Ну это в принципе ничего такого интересного в настройках нету. Так, задачи, которые мы должны с вами выполнять и получать различные награды. Что дальше? Я уже создал как бы свою команду под названием KVMA YouTube и сейчас будем играть против Владивостока. Так, вот моя команда, давайте нажмем сюда, вот звено первое, второе, третье, четвертое. Здесь вы полностью можете это все настраивать, улучшать, тренировать ребята. В общем неплохо создавать свою стратегию, чтобы побеждать каждого противника. И вот арены еще имеются, арены, места и экраны. Ну что, погнали ребята, нажимаем сыграть в следующую игру, нажимаем просто играть. Я выбрал четвертое звено, надо было выбрать первое звено, чуть-чуть здесь поторопился. Ну ладно. Пока ребята игра загружается, хочу попросить вас, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал и написали крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Везде эти лайки, везде эти подписки, ё-моё. Ну что, Владивосток против КВМ Ютуб, да, начнется этот матч. Ну-ка ставьте свои ставки, кто победит, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, у нас, у нас шайба. Слева джосик для управления нашим спортсменом. Справа кнопочки для того, чтобы дать пас. Потом бросок, чтобы бить поворотом. Да, мы забили гол, отлично ребята. Хотел просто-напросто показать, как здесь вообще бить. И как видите, я забил гол, отлично. Отличное начало, двигаемся дальше. И есть кнопочка спринт, чтобы ребята ускоряться. И тогда, когда уже шайба не у нас, у нас появляются различные такие прямобасики, такие как болг и ещё что-то, сейчас покажу. И боди, боди, чтобы толкать его. Так, что-то мой воротарь тупанул и просто-напросто выбросил. Не всё. Сейчас мы должны с вами нормальненько уже сыгрануть и забить ещё один хотя бы гол. Так, здесь, я думаю, как и в футболе, постоянно нужно давать пасы. Если играть в одиночку, я думаю, ничего хорошего и не получится, если честно. Так, в воде востока шайбу заморозил. Ну, мы с вами двигаемся дальше и продолжаем играть. Так, отдаём пас, отличненько. Давайте отдадим пас, отдадим пас, играем в пас. И здесь не будем бить, да, или будем бить? Нет, ребята. Здесь я забрал всё-таки шайбу с помощью боди. Я его просто-напросто толкнул и забрал, получается, эту шайбу. Здесь я хочу ударить. Ё-моё, что-то я не туда вообще ударил, даже не попал по воротам. Здесь у нас краткое описание, сколько мы вообще сделали бросков, сколько голов забила вообще команда какая-либо и всё. В общем, краткая характеристика первого тайма. Так, продолжаем, ребята, продолжаем. Мы всё равно пока что... Ё-моё, здесь что-то сейчас зависло, да? Да-да-да, ребята, зависла немножечко игра. Шайба вообще куда-то улетела, но я как бы типа был с шайбой. Немножечко лагнула игрушка, ну ладно. Продолжаем, ребята, с вами играть. Забираем. Опа-ня, штраф, штраф. Нельзя так сильно делать, да, оказывается. Давайте просто будем через кнопочку полка забирать различные эти. Так, здесь у нас 2 минуты малый штраф. Да, всё-таки я получил его. Так, здесь есть шайба снова же у нас. Так, отдаём пас сюда, отдаём пас сюда. И давайте на спринте, 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 спринте. И будем бить по воротам. И удар по воротам. Нет, ребята, мы не забили с вами. Гоу чуть-чуть промахнулись. И просто-напросто воротарь её заморозил. Просто мы шайбу прям в руки. И здесь, ребята, Владивосток забивает нам Гоу. И счёт сравняли они. Да, 1-1. Это очень печально. Ну, пробуем забить ещё один Гоу. Нет, 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 нет. Не получилось у нас. Ё-моё. Ну, ладно. Ничья так ничья. Владивосток тоже здесь играл отличненько. Шайбы. Так, 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 так. Забирай. Всё, да? Всё, ребята, матч закончен. Владивосток и КВМ-йтуб завершили свой матч со счётом 1-1. Но всё же, ребята, это было очень прикольненько. И думаю, давайте на этой картине с вами будем прощаться. И ссылка, конечно, будет в описании. На этом всё. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. И пока.